Возвращаемся в эфир. Сейчас посмотрим четвертый тут чемпионат мира по Блицу. Первым делом я хотел бы извиниться перед Тиграном Петросяном. Именно он выиграл у Володи Малахова. Уж извини меня, Тигран. Как-то не встречались раньше лично. Ну вот и Володю Анищука тоже не встречал, поэтому, извините, перепутал. Сейчас, кстати, у Тиграна три очка, так что он один из лидеров. И я уверен, что поборется в том числе и на сцене. Зачитываю пары четвертого тура. Карлсон сыграет с Лораном Фросине. Гаэм Магими сыграет против Вашьелла Грава. Перунович, Милош Перунович, вот это интересно, играет против Иванчука. На дальнем плане, видите, вот там вдалеке, это именно Милош Перунович. И Барташ Сочка играет против Дреева. Ну а Тигран Петросян так уж получилось, что не попал на сцену. Он сидит на пятом столике и сражается ни с кем-нибудь, а с Александром Грещуком. Так что там все непросто. И, кстати говоря, рядом же находятся молодые россияне. Андрейкин, Дубов. А Дубов играет с Крамником. Фантастика. Ну, Даня достаточно хорошо стартовал. В прошлом туре он сыграл в ничью с Гельфандом. То есть очередной супертурнир начинается у Дани. Ну, в быстрых шахматах Крамник с Дубовым уже играли. И Крамник победил. Но сейчас я не стану скрывать, хотел бы, чтобы Даня взял бы реванш. Это было бы правильно. И это было бы законно. Но, собственно, понятно, что Крамник в любом случае фаворит в этой встрече. Да и во всем турнире я надеюсь, что Крамник покажет свой класс. Тут просто важно, чтобы Владимир Борисович банально разозлился, раскочегарился, привел себя в рабочее состояние и заставил себя играть побыстрее, пожестче. Именно жесткость здесь имеет большое значение. Но приятно видеть, что по 2,5 очка большая группа российских участников. Белов, Звягинцев, Игорь Коваленко, кстати, из Латвии прекрасно играет. Антон Корбов, украинский шахматист. Здесь есть знакомые все лица. Гельфанд, Косымжанов, Домингес, Перес. В общем, сильная бригада. Ну, естественно, по 2 очка очень много сильных гроссмейстеров. Раджабов, Витюгов, Акопян, Навара и Анант. Кстати, Анант именно тоже имеет 2 очка. Сейчас встретится с Ренатом Джамабаевым. Кстати, я смотрел во время перерыва, Анант 2 ничьи сделал. То есть такое солидное выступление. Одну выиграл, 2 ничьи. Одну выиграл, 2 ничьи. Но, если честно, для того, чтобы бороться за чемпионство, такого графика недостаточно. Надо, конечно, выигрывать побольше партий. Например, за Магнусом Карлсоном, чтобы угнаться, ну, надо не терять очки в тех партиях, когда владеешь перевесом. Видно, что Магнус Карлсон любую партию, белыми, черными, зелеными, любым цветом и любую позицию будет играть на выигрыш. Ясно, что на дистанции в 21 тур, чтобы угнаться за ним, надо будет показать 101% возможного. Возможно, Яну, не помню, ему хватит всего лишь сотни процентов. Кстати, где находится Янчик? Что-то я его в турнирной таблице сейчас не усмотрел. Неужели произошло что-то неприятное? Так, вы знаете, как-то я не... А, у Яна полтора очка. Ну, я сейчас, кстати, нажму. Есть у нас тут хорошая программа. Я просто посмотрю, что там с ним. Вы знаете, он проиграл Валеха Понсу. Валеха Понсу, испанский шахматист. Ну, видимо, Ян считал себя обязанным его обыгрывать. Наверное, где-то перегнул палку. Так что Ян у нас опустился в пучину турнирной таблицы. Просто вот в серединку. Но выбраться оттуда – это вопрос трех-четырех рядовых побед. Что для Яна Непомнящего абсолютно обычное, будничное, я бы сказал, дело. Но это Лоран Форсене на ваших экранах. Шахматист, которого нельзя недооценивать. Ян Непомнящий еле-еле с ним справился на Кубке мира. Была такая большая битва. Все помнят, какую яркую победу Форсене одержал над Крамником в мемориале Алехина. В общем, посмотрим. Итак, начинается четвертый тур. Смотрим болеем. Значит, смотрите, и белыми. Магнус, ай да хулиган какой, шахматный хулиган. И белыми тоже играет А3. Да что ж ты делаешь-то? Ну, естественно, ждет пешку на Ц5. Ну, это какое-то, знаете, изощренное издевательство над соперником. Да, но ход А3, если говорить по-русски, ни к силу, ни к городу. Он здесь просто, ну, бессмысленный по большому счету. Кстати, конь Д7-то был правильный ход. Не знаю, почему он не сыграл. Так, а здесь если конь Х5 и Х6. Не знаю, сейчас можно было этого слона на Ф4 съесть. Вот белые вместо хода А3 фактически сделали ход А3. Так, а если здесь конь Х5? Вот, вы знаете, удивительным образом обходится без профилактики Магнус, а Лоран не использует это обстоятельство. Мне кажется, что чернопольного слона откушать. Ну, вот теперь уже не откушаешь, да. Ну, собственно, получилась стандартная позиция. Я думаю, можно Ц4, конь Ц3 ставить. И черные, соответственно, сейчас Е5 будут проводить. Ну, надо сказать, что французский шахматист достаточно грамотно все разыграл. То есть пусть не использовал кое-какие мелкие нюансы, но в целом, с учетом того, что белые потеряли ход на А2-А3, никаких проблем у черных быть не должно, на мой взгляд. Не знаю, может белым вообще сейчас надо пешку на Д5 задвигать и слона на Б7 каким-то образом закупоривать. Но ход конь Е4 тоже, кстати, обратите внимание, довольно бодрый. Да, кстати, Магнус пришел к тому же выводу. А на самом деле белый конь с Б1 не выходит. Дело в том, что хочет побольше фигур оставить Магнус Хенрикович. Я его понимаю. Вот здесь конь на Ц3 белым очень нужен. Но его ждет злой конь на Е4. Конь ФД2 опять-таки размен. Черные, кстати, могут Ф7-Ф5 прямо сейчас сыграть. Б3. Ну что, Ф5, конь Ф6. Мне кажется, что черные имеют право на такие активные выдвижения. Да, право. Браво, молодец. Лоран Коньев, Д2. Ну что, теперь надо меняться. Теперь надо меняться. А потом пешку вообще на Е4 продвигать. Коня на Е5 ставить. Мне кажется, у черных просто очень хорошая игра. Единственное есть... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какая хитрость. Какая тонкость. Ну, можно и так, наверное. В любом случае, лошадки разменяются. Главный недостаток черных – это то, что слон ставит на Б7. Наверное, надо его через Ц8 на Д7 переправить. Что касается подрыва Ц7-Ц6. Но это все-таки чревато образованием слабости на Д6. Размен. Размен. Конем. Кстати, так несколько плавно сыграл Лоран, как будто по ходу дела еще думал. А не взять ли мне пешкой? Ну, здесь, конечно, это, наверное, позиционно не очень грамотно. Ну что, опять-таки конь на Б1 не может выйти. Смотрите, страдает Магнус. Магнус, ладья 2. Вот какие хитрости приходится. Да, слона сейчас потихонечку поведут. Черная, да. Играть Ф3 не хочется Магнусу. Не хочется ему как-то ослаблять эти пешечки. Ну, что делать? Нет ничего у белых. А придется. Придется. Просто если бы еще коней разменять, тогда совсем пустая позиция была. Так, вот куда возвращать лошадь? Нацепить или на Ф6? Нацепить или на Ф6? Вот неочевидный момент. Так, ну вот конь на Ц3 вышел. Ох, как доволен сейчас Магнус. Я понимаю, что он здесь доволен. Е4, кстати, есть ход. Ну, ферзь Ж5 это попытка на Е3 съесть. Тоже, кстати, вполне резонная. Ф4. А если взяли? Ну, может быть, и не брать. Может, ферзь Е7 просто отойти и угрожаем взять им. Так, ферзь Е7. И так подвисает конь на Ц3. Теперь угрожает ЕF. Вот я думаю, что Лоран еще сомневается. А может быть, сыграть Е5, Е4. Просто закрыть центр, чтобы слону H2 сделать больно. Сделать больно фигуре соперника всегда приятно. Ну, я думаю, что здесь черные имеют основания на такие грубости. Ну, конечно, есть слон Д7. Какие-то обычные усиливающие действия. Ферзь Д2, конечно, вот первое, что напрашивает за белых. Просто защитить конь на Ц3. Магнус Пизодомас. Смотрите, а времечек у него в два раза меньше. Редко такое доводится видеть Блица. Ну, это просто следствие сильной игры Лорана Ферсине. Так, конь Б5, наверное, вовремя пошел. Дело в том, что на слон Д7, там на Ц7 зависит. А если слон А6? Кстати, если слон А6 и попробовать отгрызть этого коня, там, видимо, Б4 будет ресурс. Да, как-то надо с пунктом Ц7. Слон А6. А на Б4 вот посмотрим. Куда на Б4 ты пойдешь? Взяли, взяли. Там, вот понимаете, до хода слона А6 по вертикали А было противостояние. Ну, а сейчас это не вполне очевидно. Так, надо думать. Конь Е4. Дело в том, что черные хотят разменяться на Б5 и ужасную вилку на Ц3 организовать. Ну, что, может быть, нет, нет, нет. Вроде пока нет каких-то четких идей. А в случае размена на Б5, вот в чем неприятность для черных. Там пешка на Ц7 станет такой хронической слабостью. Взяли, взяли. Ну, теперь, если слон Б5. Нет, ну, вилку на Ц3. Подождите, это просто лишнее качество будет, что ли, да? Сейчас. Нет, там ладья все-таки защищает. Ферст на Д3 станет. Может быть, еще ладья Е8 добавить огоньку. Тогда белый слон на Д3 уйдет. То есть, вот так сразу Магнус и Калсона голыми руками не взять. Так, ладья АЕ8. Ну, вот, не знаю, вот какая ладья нужна была именно на Е8, а какую надо где-то оставить. Не знаю, может быть, черная вообще на королевском фланге сейчас А6, или Ж5 пойдут вперед. Но там не хочется слона с H2 позволять активизировать. Я думаю, что позиция, положение остается примерно равным. А здесь ферзь Д7 есть ход на Б5 напасть. Видите, что там слон с Е2 уже не защищает этот пункт. Ну что, ферзь Д7. Ага, так тоже можно. Конь Д4. Вот он куда пошел. На Е6 он рвется. Так, на Ц6, ну, ферзь А4. Право, браво. Ну, все нормально. Конь на Ц6 это декорация. Это просто декорация, которая совершенно не опасна. Сейчас черные сыграют слон Д7 и с этим конем поговорят. По-мужски, наверное, его просто-напросто удастся разменять. Да, серьезно, серьезно все. Так, конь Ж3, видимо, угрожал в какой-то степени. Ну что, надо бить ладьей. Хотя ФЕ тоже заманчиво. Там, вы знаете, слон с С8 сейчас может выскакивать. Ладья Я4 все-таки взял. Б4. Ну, АБ, АБ надо продвинуть и слон Д7, видимо, сыграть. АБ, АБ. Слон Д7. С5. Ну, прорывается Магнус. Правда, непонятно, куда прорывается. Слон на А2 так и стоит без дела. Давайте смотреть. Можно взять БЦ, БЦ, слон Ф8. Спокойник. Я полагаю, что здесь атака белых просто не подкреплена серьезными силами. Пехота идет вперед, а танков-то нет. Как можно атаковать серьезно, если нет танков? Любой военный вам скажет, что пехота без бронетехники – это не атака. Слон бьет С6. Вот не очевидно, здесь ферст на Д5 внедряется. Ага, ну здесь-то слон Ф8 точно можно сыграть. Но пешка на С6 все-таки какой-то задельчик задел за белых. Это перспективная проходная. Так, слон Ф8 сыграно. Ну слона на Д6 надо поставить черным, чтобы никто никуда не прошел. Так, любопытно. Ну вот здесь слон Д6, я думаю, можно сыграть. Да, крепко, надежно, чтобы пешка С7 нигде не повисла. Теперь на Ф4 подвисает. Так, ферст Д4. Ну пешка на Е4 зависла. Если взять слон, бьет Ф4. Вот это любопытный момент. Тогда, тогда, видимо, ух ты какой, ух какой Магнус непростой товарищ. А кто, собственно, от него простоты ожидал? На Д6 слон подвисает. Слон с Х2, вот тот, которого я ругал, неожиданно, неожиданно вступает в бой. Да, проблемы какие-то у черных уже образовались. Шах. Ух ты, какой. Под скрытые шахи встает. Но дело в том, что на король же С7, Ф6 сразу побеждала. Взяли, взяли, так и что? Ну, кстати, может, ничего страшного. Ну вот, а сейчас черные Е3 сыграют. Пешку Е пойдет. Да, ну-ка, вперед, Е3. Вот, браво, молодец. Ой, молодец. Так, король А6, и что? Король А6, ну, подумаешь. И от шахов еще никто не умирал, как известно. Король Ж6. Король Ж6, спокойненько, спокойненько. Ферз Ф5, король Ж7. Ну и что? Уже три ферз. Ферз Е4. А, там ферз Е4, там пункт Ф6. Это мат, дорогие друзья. Да, ферз Ф6 и ферз Ф8. Вот чуть-чуть не удержался Лоран Фресине, но опять-таки чемпион мира проявил недюжинную выдержку. Ну, вот видите, смеется Лоран. Ну, было очень хорошо. Было очень хорошо. Но Магнусу вот как-то на ровном месте удается создать сопернику проблемы. И причем самое забавное, что ведь поначалу у него было в два раза меньше времени, а в концовке мы увидели, что наоборот у соперника уже были проблемы. Фантастически играет Магнус. Просто фантастически. Даже когда по дебюту получается совершенно не то, что ему хотелось бы. Вот Леша Дреев с Сочкой играет. Ничья. Ничья, да, ничья. Не получилось. Ну, видно, что Магнус в великолепной форме. Просто блестяще играет. Это Антон Корбов сражается у нас. О, тут, видимо, угрожает. Ага, Ж1. Ага, взял на Э3 и проходит пешка Ферзы. И так Антон побеждает. Ну, вот, к сожалению, самые-самые концовки партии мы только захватываем. Интересно, как сыграли Гаим Магеми с Вашьелогравом, Перунович с Иванчуком. Ну, с очка Дреев мы уже видели, что ничья. То есть не оставим ли мы Карлсона в одиночестве? Вот, вот что. Я надеюсь, что либо Иванчук, либо Вашьелограв, либо их соперники все-таки не позволят такого безобразия. Вот нельзя все-таки. Ну, и, кстати, Тигран Петросян черным, может быть, против Грещука блеснул. Давайте-ка я сейчас посмотрю. Гаим Магеми, Перунович. Гаим Магеми, Перунович. Так, это у нас Сережа Корякин играет против Эльтаджа Сафарли. Но много лишних пешек, конечно, у Корякина. А именно, а именно три. Ну, что, пешку... Так, вот она что. Е4. Попытка поставить мат была. Ферзь Ф1, это был бы мат. Шаг сюда, да, и побежали. Король Д2, взяли король С3. ЕФ. Ой-ой-ой, как много пешек сейчас Корякин потеряет. Ай-яй-яй. Вы знаете, непростая позиция. Но все-таки одна лишняя, наверное, я надеюсь, останется. Да, ферзь бьет Е4 и пешка Б пошла. Пешка Б вперед, 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 Серега. Смотрите, какие нервы здесь. Ай, Б5 играть нельзя сразу, да. Ферзь на С5 выскакивает. Так, и король побежал. Король Д5 вперед, ура. Ну, у белых, кстати, есть идея пешки продвигать, а у черных нет. Б5, все, да. Вот, на самом деле, белые пешки чуть-чуть впереди. Я думаю, позиция объективно проиграна для черных. Ну что, может быть, Б6. Так, ферзь Д7. Вообще пешка на H5 стоит очень плохо. Ее поправить надо было бы. Так, и король С4. Ну, так тоже можно. Пешка стоит, смотрите, между полями G5 и H5. Поправил ее Сережа. Так, и, наверное, король Б6. Вообще, несколько ходов повышают показания часов. Ферзь С7. Ну, кстати, не так просто. Смотрите, на ферзь С6, ферзь Е5. Ага, ну, ферзя на Д5. Давайте поставим. Вообще, чем центральный расположен ферзь, тем легче держать поля под контролем. Так, минуточку. Ну, вот видите, что у черных тоже оказалось, что есть пешка. Ф6. О, идея ферзь А5 дать шаг. Кстати, ферзь Ф4 же был ход. Ну и взял, взял. Да, ну, устранил самую главную опасность Сергей Ковякин. Король С4 надо было. Король Б3. Во, вот это важно. И ферзь на С4 идет. Есть шансы на победу, дорогие друзья. Есть шансы на победу у белых. Так, Эль Таджи играет быстро, но... Так, шажок, шажок. Белым надо обязательно вернуть ферзя в центр. Тогда потом король побежит вперед. Можно ферзь Ф5 сыграть. Ферзь С4. Вот это поплотнее. Да, игра в плотность. И король побежал туда в район поля С6. Я уверен, что сохраняются серьезные шансы на победу. Ферзь С3. Я думаю, что король С5. Король на С5 пойдет. Но пока видно, что черный ферзь умудряется, находит пути. А, вот шахи кончаются. И ферзь С4. И теперь надо пункт Б7 держать. Ферзь А7, видимо, надо. Вот, правильно. Молодец. Молодец. А нападение на пешку. Ну что, может быть, пора? Пора. Ага. Нет хода Б6 из-за ферзь Б1. Так, 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 так. Продолжаются танцы. Танцы продолжаются до вечера. Ну что? Вперед. Вперед. Король С6. Кстати, король должен вытеснять каким-то образом вражеского ферзя. Так. И. И. На ферзь Д6 есть ход Б6. Ой, неприятность для черных. Пешка белых идет. Делает шаг вперед. Эта позиция точно уже должна быть выиграна. Потому что все очень близко. Ну что, король А7, наверное. Король А7, Сережа. Или Д4, да? Тогда пешка на Ф4 пойдет. У черных тоже, кстати, пешка есть. Д5. Вы посмотрите, как их много. Угрожает ферзь С6. Ферзь С6 и пройдут. И пройдут белые пешки. Ух, тут. Я, кстати, не исключаю, что сейчас у нас 4 ферзя. Ну что, Д6. Д6. Фантастика. Сейчас 4 ферзя просто будет. На Ж2. Ферзь Ж2. Ферзь Ж2-то почему не пешку-то не съел? Ай-яй-яй. Ферзь Ж2 и взял на Ф2. Ай-яй-яй-яй. Вы посмотрите, какая интересная позиция. Это шах. Это шах и ферзь Д4. Так, ну что, король С8, да? Ну ферзь Д3 надо сыграть. Ферзь Д3, Сережа. 4 ферзя сейчас будет. Остановил часы. Так, остановил часы. Сыграл Д8 ферзь. Вот 4 ферзя. Фантастическая позиция. Ну а это классическое окончание. Классическое окончание. А почему сдался, кстати? Вот не понимаю, почему сдался Эль Тадж. Можно было дальше побороться. Ну, в общем, замечательный триллер. Сделали нам эти два шахматиста. Только я считаю, что он незаконченный. Ну, наверное, там какие-то мысли промелькнули. Эль Тадж, может, он сделал что-то не так. Хотя, останавливая часы, он стал искать ферзя. Вы знаете, нет времени. Это у тебя одна секунда на часах. Ты ищешь ферзя. И в этот момент останавливаешь часы. Говоришь, ищу ферзя. Берешь ферзя и ставишь на доску. По идее, правильно. Хотя, конечно, надо у судей узнавать тонкости вот этих судейских дел. Я пока читаю результаты. Так, не остался ли у нас все-таки один? Гаем Магими. Нет, ваш Елограф не отпускает Магнуса Карлсона. И это уже хорошо, дорогие друзья. Так что, наверняка, эту встречу мы увидим в следующем туре. Магнус Карлсон все-таки имеет соперников. А вот Перунович против Иванчука. Давайте еще последнее, наверное, что я вам покажу. Перунович против Иванчука. Не покажу, конечно, а просто скажу. Перунович и Иванчук. Перунович выиграл. У нас три лидера. Перунович, ваш Елограф и Магнус Карлсон. Итак, закончен очередной тур. Отдыхаем и приводим себя в порядок. Продолжение следует... Продолжение следует...